Приветище, мой дорогой дневник. Сегодня 2021 год, 12 февраля. Выживаю как могу. Апокалипсис. Уже как полгода. Сегодня моя первая вылазка. Как прекрасно снова дома. Жаль, дом только уже не тот, что был раньше. Груда камней и дырявые стены. И остатки от прошлой жизни. Полугодовалое пребывание в бункере сказывается. Солнце режет своими лучами глаза. А свежий воздух наполняет пыльные легки. И в такие моменты ты понимаешь. А ведь круто, я еще дышу. А те чуваки, которые ходят по моему заднему двору. И топчет мой загнивший старый газон, уже мертвы. Ну че, ну че, ну че, ну как тебе начало? Ну расскажи. Прикольно получилось, эпичненько, топово. Как Warner Brothers, как 21 век Fox или Universal и два брата Аграбата. Или как оно там называется, короче. Пиши в комментариях. Зашло не зашло. Годно не годно. Ну а я продолжаю в своей нудятской манере проходить вот эту VR игру. Все, погружаемся в зомби апокалипсис. Да, вокруг царит зомби апокалипсис. Мы с тобой единственный выживший, который сейчас пойдет пописать. Туалет. Отлично, тут есть туалет. Идем писать. Короче, пробежался по округе. Нашел медвежий капкан здоровенный. И мы с тобой поставим его против зомбарей. Вот напротив вот этого отверстия в мой дом. Только надо его как-то грамотно поставить. Ай, так сойдет. Насчет дверей. Надо бы их запилить. Сейчас попробуем эти двери взять и заколотить. Че-то не понял. Не влазит. Не проходят двери. Это как? В топку геометрию. Не важно, что дверь шире, чем этот проход. Во! Бачком прошло. Отлично. Сейчас начнутся уроки труда. Надо вспомнить, как нас в седьмом классе учили пользоваться молотком и гвоздями. Берем молоток. Берем то, что хотим прибить. Поднимаем. Одной рукой. И колотим. Четко. Гладко. И ничего не торчит. И четвертый гвоздь. Четвертый гвоздь. Гвоздь. Ушел в гости. По всей видимости, у меня всего три гвоздя. На то, чтобы чего-то прибить в этом доме. Гвоздей больше нет. Ну, по крайней мере, я сделал дверь. И вообще меня не волнует, что она не будет открываться. Я не гостеприимный. Бежим, короче, к соседу, чтобы стащить у него вот эти вот досочки. Ему они все равно не нужны. Он там где-то гуляет, наверное, по торговому центру. Мозги ищет. А для меня эти досочки очень ценные. Сейчас будем забивать мое окно в прошлом. Было окно, а теперь это проход черный. Так, значит. Главное не промахнуться. Вот, четко. Все вбивается. Не важно, что это бетон. Мои гвозди пробьют все. Это я выяснил еще на уроках труда. Когда случайным образом прибил табуретку к бетонному полу. Ну, это типа моя сверхспособность. Трудовик ее потом еще два года не мог отодрать. Ну, в смысле, табуретку отодрать от пола бетонного. А вообще, я еще тот архитектор. Сейчас сделаю... Как это называется? Щель для просмотра. Вот это название. У нормальных людей окна, а у меня щель для просмотра. Вообще пофиг, все равно зомби-апокалипсис. Я создаю тренды. Так, это надо отодрать. Мне не нравится. Заново сейчас прибьем. Если что-то криво, берешь и отдираешь. Если ровно, то добиваешь. О, получено достижение. Шоп-клэс. Лучше бы Нобелевскую премию дали за мое архитектурное окно. Вот видишь, всяко уже по... Цивильней смотрится. Что ж. Нам остается разобрать вот эту вот мусорку. Давай посмотрим, что тут у нас есть. Какие-то колеса, телевизор, мусорный пакет. Кости чей-то валяются. О, пистолет лежит. Пистолет. И медвежий капкан. Еще вон этот и есть. Дробаш! Охо-хошечки, хо-хо. Вот это четко. Кроши черепухи. Но вообще я обратил внимание на... Генератор бензиновый. Ну ладно, в топку его. Дробаш всяко лучше, чем топливный генератор. Значит, у нас тут тоже в прошлом было окно. Поставим капканчик. О, топор нашли, топор. Чтобы кромсать зомбарей. Годно. Топорик, значит, положим вот сюда вот. У парадного входа. На батареечку. А еще я нашел микросхему. Возможно, я смогу починить как-то компьютер. Если получится. И выйти в интернет. Рассказать всему миру, что я нахожусь в этом доме. Да ладно, это невероятно невозможно. Это... Это как это? Impossible. Unreal. Я, по-моему, микросхемой сломал себе компьютер. Так, а если прямо туда силой воткнуть? Ну-ка. Давай, втыкайся проводками. Вон, желтый, красный есть. Вот смотри, вот эта деталюшечка вместе с клавиатурой отвалилась от компа. Оуу. А компьютер-то картонный. Капец. Вышел в интернет. Да пошло оно все. Да, конечно. Давай тут все нафиг разнесем. Да я вообще даже не психовал. Просто так случайно вышел. Ладно, в любой ситуации нужно искать пользу. Вот я сломал сейчас стол. Мы возьмем остатки от стола и... Ну, почти. Почти. Я хотел отремонтировать окно, но походу пол отремонтировал частично. Неважно. В любом случае нам нужно сделать окно. А именно замуровать его, чтобы здесь не было этого проходика. Значит, берем вот эту столешницу и колотим ее к бетону. Как это я, в принципе, и умею. Давай. Раз гвоздик. Ага. О, два гвоздик. Гвоздик. Костик. Костик. Костик, уходи. Я гвоздь забил. Что у нас тут еще осталась? Доска какая-нибудь. Вот. Тоже пойдет. Там частиком полетает. Ну, окно почти заделали. Тут буквально совсем малость осталось. Небольшое отверстие. И мы сейчас его заделаем. Вот таким вот макаром. Да. Урок труда. Это важный урок в моей жизни. Главное научиться пользоваться молотком. Все остальное ерунда. Пол дома отремонтировал при помощи молотка. Четко. Ну что? Пришло время что-нибудь сломать. А именно батарею. Расколоть ее нафиг нашим топором. Вот так вот раскалываем. Угу. И знаешь, что мы сделаем сейчас? Забаррикадируем главный проход. Ставим сюда. Смотри. Я же тебе говорил, что у меня гвозди вбиваются в бетон, да? А теперь смотри сюда. Видал? Я могу прибить гвоздями батарею к полу. Ты представляешь, какой длины эти гвозди? Ладно, не думай. Я тебе так скажу. Они бесконечной длины. Какой нужно, такой и будут они. Это, это мэйджик. Это моя сверхспособность. Росомаха может выдвигать из кулака лезвие. А мои кулаки могут из атомов сформировать невероятной длины гвоздей. Вот это я понимаю. Сверхспособность. Смотри, вот так вот вбиваем. Батарея к батарее прибиваем. И, короче, вообще, это крепкая конструкция. Мне кажется, сейчас придут зомби и просто тут все разнесут в щепки. В том числе и мои хваленые гвозди. Потому что тут все на соплях. Все криво, косо. Ну, по-моему, держится. Сойдет. Вот это можно разрубить? Эй, нельзя. Крепкая конструкция. На века создана. Пойдем попробуем деревья порубить. У нас же молоток все-таки. Может, я смогу доски получить с дерева? Давай попробуем. Ага. Шишки, мартышки. Нифига. Это тебе не симулятор, лесоруба. Ты пришел играть в зомби-апокалипсис. Так что чеши отсюда. От дерева подальше. Еще микросхемы валяются. Не знаю, что за микросхемы. Для чего они? Еще не додумкал. Но на всякий случай отнесу домой. Может, пригодится. Глядишь, может быть, зомбака поймаю. Буду его пытать. Прицеплю эту микросхему. И сделаю радиоуправляемого зомбаря. Ручной зомбарь радиоуправляемого. Вообще четко. Так, ну все. Сейчас со своими корявыми ручищами, из которых все валится, прибью последнюю доску. И будем вызывать зомбари. Первая волна, которую я должен выдержать. Я все-таки мастерски замуровался. Я сломал кровать. Я сломал диван. И все при помощи топора. И тем самым у меня появились доски. Все. Я просто великолепен. Смотри, как шикарно. Мастерски. Топорик мне еще пригодится. Пригодится топорик. Иди сюда. Зря я его выкинул. Ну вот. Пойдем, короче, призывать зомбари. Сперва только возьмем топорик. И найдем пистолет. Я где-то здесь пистолет оставил. Пистолетик. Он лежал на столе, но стол и сломал случайно. Пистолет, ты где? Пестик. Ну, ну выходи. Ну, е-мое. Просрал в своей мусорке пистолет. Ну, как так вышло-то? Пистолетик. Ну, где же ты? Пестик. Пестик. Выходи. Ну, е-мое. Без тебя вообще не начать никак. Ах, ты хитрец. Вот ты где спрятался. Шалунишка. Иди ко мне. Будем начинать. Зомби-трешак. Первый-первый, я второй. Вызывай зомбарей. Да. Все, мы призвали зомбарей. Понеслась вода горячая. Эй, зомби. Я никого не пущу в свою развалюху. Это моя развалюха. И я ее буду сторожить. Буду вот так выглядывать через свои инженерские щели для просмотра. Блин, капец я круто. Я грозный, когда вот так выглядываю с пистолетом. На месте зомбарей я бы вообще засал подходить к такому дому. Видно же, что в этом доме псих отъехавший. Воу-воу-воу-воу-воу. Где-то жрут, чего-то там ломают. Воу-воу-воу, смотри, вон они. Ой, косю. Блин. В шлеме кажется, что я прям вообще четко в него мечусь. Но на видео, наверное, кажется, что я криворукий пацан. О! В упор вообще всякий попадет. Смотри, какой там суровенький идет. Шапки-ушанки был. Эх, жалко выйти, нельзя забрать эту шапку-ушанку. Где-то что-то мне опять ломает. Я так этот дом ремонтировал долго. Эй-у! Вы что, оборзели? С одной пульки полтуловища отстрелил. Такого даже в индийских фильмах нет. Хотя, может и есть. О-о-о, тебе повезло. У меня патроны закончились. А теперь не повезло. Смотри, какой качмен идет. Не дошел. Мало качался. Короче, все. Волну один мы отбили. У нас передышечка небольшая. Давай попробуем забить. Точнее, заделать то, что нам поломали. По-быстрому. Как-нибудь здесь на соплях прибить. О-о-о. Давай же, прибивайся, блин. Нифига не прибивается. Потому что криво. Криворукий пацан в деле. О-о-о-о-о-о-о-о. Все, три гвоздя. Три гвоздя удержат все. Даже атомные взрывы. Потому что это три моих гвоздя. О-о-о. Еще досочки возьмем, конечно же, на всякий пожарный. Чтобы точно сюда никто не пробился. Давай. Давай. Вставай, родимая моя. О-о-о. Как надо. Подожди, мне кажется, или кто-то там ломится в мой дом. Пока я тут чиню что-то. Или это я что-то отломал. Ладно, не важно. Сейчас надо доделать здесь. Мое новое окно. Забаррикадироваться хорошечно. Все, гладенько встало. Такую баррикаду не пробить. Во. Великолепно. Хватаем ствол и пошли на разборки. Посмотрим, кто там такой нагленький. Кому там подстреливать. Черепушечки. А-а-а. Вот. Вот эти два чувака тут ломятся. О. Первая волна пройдена. Короче, эти зомбари застряли в медвежьем капкане. Через несколько минут придут снова зомбари. Новая волна. А пока их нет, нужно по-быстренькому прибить все мои вот эти деревяшечки. Замуроваться. И крепить свои булочки. Все застроил раньше времени, поэтому вызываем зомбари вручную. Эй, зелененький. А ну выходите. У меня для вас тут три подарочка. Двух стволочка и одна стволочка. Слышу, где-то здесь ломает. О. Пакетмен пришел. О. Пистолет просрал. Ну как так можно-то было? Точно рукожопе. Просто взял и выпал пестик. Отстой. Ладно. Прибегнем к дробашу. Хорошо, что у меня дробаш есть. Ну что, где зомбари-то, блин? Долго их ждать или что? Я тут посидею, постарею и помру, пока дождусь их. О. Шашечник идет. Хлыбыш. Круто, да? Издалека до с дробаша, как метка его. Где-то здесь еще слышу. Где-то бродят. У меня же пистолет был еще один. Во. Вот такой вот маленький, данский пестик. Сейчас будем миксовать дробаш с пестиком. Кстати, неплохой пистолет. Ну что, товарищи зелебобы. Сейчас будете расхватывать у меня патрики. Отведал моих оловянных. О, это было сильно. Был чувак и нет чувака. Жалко, как до капкана не дотянуться. Смотри, какие мощные чуваки идут. Один из них какой-то прям это, токсичный. Годно. Перезаряжаемся. Пойдем в другие комнаты, посмотрим, что там творится. Я слышал, что там абзац был полный. Мои батареи. Мои батареи здесь тоже вон рушат все. Вторая волна поинтереснее будет, чем первая. Стреляем по ногам. Так удобнее их добивать. Опа-опа, смотри, мне проход пробили. Дверь вынесли. Черт. Я же говорил, что я негостеприимный. Они взяли мне и вынесли дверь. Из дома не выйти. Ну ладно, будем стрелять так. Так, перезарядиться надо. Лови моих металлических друганов. Годно. Че у нас сзади? О, сейчас прорвутся. Оборона почти пробита. Но у меня есть двустволочки. Ничего, ничего, ничего. Иси. Молоток какой годный выпал. Там еще какая-то штука лежит. Кажется, надо будет вылезти и посмотреть, что там упало с них. Все, мне все растормошили, все разломали. И кто, по-вашему, мне платит ремонт? Щавельный картавель. Все. Хорош, ребята, вторая волна. Такая длинная какая-то выходит. Я его тогда не убил, а он сюда дополз. Лучше к нему близко не подходить. Видал, да, какой он токсичный? Все, ты один-единственный остался. Ну, давай я с тобой вот так вот попрощаюсь. До свидос. Что-то нет, это... Волна 2 completed. Нет такой надписи, значит, где-то еще... Офигеть! Он мне в ногу вгрызся, прикинь. Жуткий типок. Через две минуты будет третья волна. А что так быстро-то? Я даже починиться не успею, отремонтироваться. Ну, по крайней мере, мы поставим капканы заново. Когда волна закончилась, мы можем выйти из дома. И все восстановить. Главное, чтобы ресурсы были. Вот он, вот он, этот молточек выпал. Сейчас мы его возьмем и опробуем. Может быть, при помощи него я смогу больше гвоздей вбивать в доски. И тут еще одна штука валялась, где она? Вот она. Что это такое? Если честно, то похоже на какой-то пылесос. Может быть, я могу прибраться при помощи этого пылесоса у себя дома? Ладненько, сейчас проверим. Пойдем поглядим, что тут еще валяется. Граната! Кто-то нам притащил гранату. Будет бомба, Лейла. О, старт третьей волны. Ну, что так быстро? Я даже не успел это, обшариться вокруг. Очень быстро. Две минуты прошло. Ладно. Давай все-таки попробуем, что умеет этот пылесос. Ну, да, все-таки я был прав. Это пылесос. И он реально запылесосивает мусор. О, он, получается, запылесосивает мусор и выдает тебе балки. Деревяшечки. Очень круто. Сейчас опробуем наш новый молоток. Давай, на четыре гвоздя, пожалуйста. Такой мощный молоток. Если он будет на четыре гвоздя, это будет шикарно. Три гвоздя есть. Четыре нету. Ммм. Понятно. Значит, этот молоток просто лучше вбивает гвозди. О, зомбари пошли. Отошел от моей новой досочки. Перезарядка. Долбанная перезарядка. Давай, Патрике, Патрике, перезаряжайте. Вот, вот, вот. Получай. Хо. Обслюнял доску. Она вся в слюнях. Ужас какой. Давай эмочку возьмем. Постреляем с эмочки. Ну че, ребят. Вы готовы к тяжелой артиллерии? Сейчас зомбарей будет еще больше, чем на второй волне. И они почему-то быстрее приходят. Отстрелил последнюю деревяшку, которая меня ограждала от зомбарей. Короче, на третьей волне... Перезарядка. Отве до этого. Ха. На третьей волне зомбари что-то быстро как-то до меня добрались. Воу. Через парадку вошли. Ребят, через парадку не проходим. А то, получается, вы незваные гости. А я таких не люблю. Все, вроде бы, перезарядил. Давай воспользуемся гранаткой. В кого-нибудь ее кинем. Во, вот в этого чувака. Как ей пользоваться-то? А, чеку выдернули. Кидайся, блин. Ай, цепанула меня вальца. Черт. Перезарядка. Да что ж ты будешь делать-то? За этим делом надо следить и следить, когда огромное количество зомбарей. Ползущие со всех сторон. Вечно патронов не хватает. Отличный тандем. Дробаш и эмочка. А ты че такой красный? Ого. Он реально жесткий был. Я же говорил про незваных гостей. Ходят они тут через двери. Давайте через окна заходите. О, вот порядочные зомбари. Даже не мучаются. Сразу же отхватывают. Фух. Третья волна пройдена. Ну все. Я складываю оружие, потому что на сегодня нам хватит. Оружие на пол. Ну что, если тебе понравилось, то не забывай ставить лайки под этим видео. Я знаю, что тебе нравится VRчик. И также подписывайся, чтобы не пропустить следующего крутого видео. А на этом все. Спасибо, что смотрел. Пока. Увидимся в следующем видео.